Ещё раз добрый день, рада вас всех видеть, рада, что вы приехали, рада, что наконец-то у нас конкурс опять возобновился и очень много было хороших работ, как всегда. Ну, я сегодня поговорю о дикции очень кратко. Светлана Юрьевна уже показала вам некоторые упражнения, аспекционная гимнастика, все это взаимосвязано и с голосом, и с дыханием, поэтому вы уже немножко поняли, что к чему. Что такое дикция? Ваши руководители, ваши педагоги, они занимаются не только работой с текстами, но, конечно, и тренировки есть, и развивки есть, и это замечательно, и это вам нравится, и это всегда нужно делать обязательно, на каждом занятии хотя бы дикция. Дикция – это точное, ясное произнесение всех звуков, согласных букв. Мы говорим о звуках, потому что мы произнесем их, они немножко, чуть-чуть отличаются, они письменные, они устные, и мы звук выявляем по точности, по форме, по звучанию и так далее, и так далее. Работает артикуляционный аппарат, знаете, что такое артикуляционный аппарат? Это части подвижной, губы, язык, нижняя челюсть, мягкая нёба, и вы, если упражнения, которые вы сейчас выходили на сцену, вы этим уже занимались. Это очень важно для дикции. подвижный артикуляционный аппарат, хорошее открытие рта, нижняя челюсть, работа такая достаточно мягкая, подвижная, точная, потому что все глазные звуки, они имеют свой определённый рисунок. А, О, Кругляшок, У, Г, мы, в принципе, и не задумываемся, большая часть я не знаю об этом, но те, кто занимается, вот как вы уже занимаетесь, работая с текстами, ставите какие-то, наверное, небольшие театральные представления в студии и так далее, и так далее, вы об этом, конечно, уже начинаете понимать, знаете, и ваши преподаватели, педагоги об этом рассказывают вам. Так вот, дикция предполагает хорошая, ясная, чёткая дикция – это хорошую, подвижную, артикуляционную часть, правильное и точное произнесение согласных звук, я очень кратко, и гласным, оформление гласных звуков. И всё должно быть в работе, всё взаимосвязано, и всё взаимозависимо. И дыхание, и голос, и артикуляция – это очень важно. И снятие мышечного напряжения, вот эти вот наши зажимы, на это тоже мы обращаем внимание, и вы должны обращать внимание, конечно, с вами педагоги работают и рассказывают. И это было, как бы, в некоторых упражнениях, мы это видели, да, те же марионетки, да, плечи, работают с нижней челюстью. И это всё, от этого зависит, лучше или хуже будет дикционная сторона. У некоторых ребят, когда я слушала конкурс наш, два дня, вот, допустим, да, у ребят у наших, я хотела внимание, что если дети не работают с тренировками, дикцией, артикуляцией и так далее, и так далее, есть зажимы. И у некоторых были такие фрагменты в работе, текст, когда было очень ремнято, не слышно, не чётко, когда вдруг выпадала середина слова, значит, уже середина зала это не услышала, потому что, или же, например, на стыке предлога союза и слова что-то выпадало, и уже какой-то даже менялся некий смысл, или же проглатывалось окончательно. Понимаете, это всё ухудшает, плохая дикция, невнимание к дикции, к артикуляции, это ухудшает общее впечатление от работы, понимаете, об этом тоже надо думать, об этом надо не забывать. Это может очень сильно ухудшить. Или просто человек вас не услышит от того, что всё вот так вот здесь вяло. И начнёт раздражаться. Я не говорю себе, мне было очень интересно, и детки замечательные. Но вы понимаете, да, вот зал, вот вы что-то читаете, вы рассказываете, и вот он вот что-то там рассказывает, что-то непонятно, проглатываете. Поэтому старайтесь работать с дикцией, старайтесь работать с артикуляцией, старайтесь, чтобы вас было слышно. И это вовсе не надо, чтобы вы кричали. Я тоже слышала, вот мальчик один очень хороший мальчик, он хорошо читал, но он так отчаянно иногда кричал, а мальчик среднего возраста, следовательно. И потом он к концу чуть-чуть там что-то даже подхрипывать начинал. Был такой момент, как будто я испугалась, что, господи, переломный идёт возраст, работайте осторожнее, не надо на дикий крик достаточно долго выходить мальчиком. Это сейчас такая вот у меня мелочка, дикция, но тем не менее это проект. Итак, мы с вами поговорили кратко, что мы должны стараться говорить чётко, ясно, правильно. это очень-очень важно. Далее, существует звукорядок, и мы работаем с ними, и вы работаете, конечно, я думаю, уверена в тренировках, но надо вспомнить немножко об этом. Есть звуки губные, когда вы тренируете губы, и можно подобрать звукосочетания, скороговорки я вам скажу кратко, словосочетания, где есть много этих звуков. И если педагогу видит, что сложно, допустим, с губными звуками подвески, надо в этом направлении поработать. Есть язычные звуки, мы знаем, да, это когда активно участвует язык. Понятно говорить всё, да? Это, например, Ж, Ш, да, он поднимается к твёрдому ногу. Я не конкретизирую сейчас установку каждого звука. Это не конкретизирую сейчас мой краткий рассказ. Д, Т, З, С. Это звуки, когда активно работает язык. Понятно, да, нам? То с верхними зубами, то с нижними, и так далее, и так далее. Значит, здесь можно подобрать какие-то девушки. Обратить внимание, если у кого-то вдруг сложно в этом направлении. Сложно. Ребёнок не произносит, да, что-то, или вяло произносит. И, наконец, есть заднеязычные. Если вдруг замечаете, что Г, К, Х никак они не звучат. Они пропадают, и их не слышно. И их не слышно. Поэтому вот можно выстроить такую таблицу, да? Б, П, В, Ф, И, Т, Ж, Ш, Д, Т, З, С, потом С, Ч, Ч, М, И, Т, и так далее, и так далее. И вот в связи с этим есть, конечно, как я слышала тоже за время конкурса, сложные моменты со звуками. Если очень сложный дефект, какой-то очень явно выраженный и трудный, а ребёнку очень нравится этим заниматься, он хочет заниматься, то надо обратиться, я думаю, проконсультироваться к ЛГК. Обязательно. Рекомендую вам. Я понимаю, что это сейчас всё не бесплатно, но несколько консультаций просто врач поможет, подскажет, как заниматься, да, инструментом и так далее, и так далее. И можно тогда самим как-то на это обратить внимание. Я почему об этом говорю? Ребёнку, может быть, очень, да, ребятам нравится заниматься этим, и, может быть, даже впоследствии, да, не захотят этим заниматься. А формирование уже идёт, и это всё может так закрепиться, вот этот дефект, что потом его намного сложнее будет убирать. Поверьте мне, намного сложнее. Обратите, пожалуйста, внимание руководители и дети. Вот этот момент тоже очень важный. Так, теперь, гласные звуки. Скороговорка, торопливость, ну, немножко повторяюсь, потому что всё взаимосвязано, опять же, конечно, да. Торопливость, слишком быстрое такое проговаривание. Следите за тем, чтобы были полный гласный, ударный гласный слог. Он должен быть в слове. Здесь я чуть-чуть касаюсь орфоэпической культуры. Это всё взаимосвязано. Знаете, да? Орфоэпия. Орфоэпия. Орфос с древнегреческого правильный, прямой. Слушайте, какое слово правильный. Эпос речи. Правильная речь. Орфоэпия. Ещё с древности на это обратили внимание. Это хорошо. Это замечательно. А в вашей работе, общей работе и детей, и педагогов, это, конечно, очень-очень важно. Так, и в связи с этим, вот, по поводу гласных. Ударный гласный должен быть крупнее. И его надо в слове, ну, вот, дама, допустим, да, вот те, кто уже знаком, сдавала багаж. Хорошо артикулирует. Хорошо работает нижняя челюсть. И гласный, он один. Он как пульс, он как ритм слова. Он как сердце слова. Дама. Вот, эти гласные. Что нам дают гласные? Гласные. Их не надо кумкать согласными. Их не надо сжимать. Тогда вас будет лучше слышно, да? Вы будете спокойны, не дерганы и не зажаты. Обратите внимание на гласные звуки. Согласные, я вам перечислила, да? С ними тоже надо работать. И гласный, это тоже очень-очень важно. Значит, ударный гласный крупнее, это даст вам пространство в слове. Он дает пространство. Гласный, это пространство. Вы все успеете выдавать. А если вы гласные начните, вот так вот, жимой, все, и так далее, у вас почти ничего не будет. Далее, что я хочу еще сказать, это сдвоенные согласные. Вот, тоже великие помощники. Гласные помощники и сдвоенные согласные. И на стыке, допустим, два гласных или согласный, там, союз, допустим, да, слово или два слова. Не съедайте, не проглатывайте. Странно, мгновенно. Вот эти вот моменты в тренировках. Тренируйте, слушайте себя, заставляйте себя, работайте. Это тоже пространство в слове. Это не будет вот этих вот выпадений середины, проглаживаний окончаний, да? Не проговаривания предлога и так далее, и так далее. Вот такой момент, я тоже обратила внимание, это было. Так, про это я вам напомнила. Про традиционную гимнастику и так далее, и так далее. Теперь доберусь я до скороговорок. Я приведу пример малых скороговорок и их используйте. Это замечательно. Об этом еще писал Константин Сергеевич Станиславский в своей книге по поводу голоса, речи. Там, правда, больше половины страницы, как хорошо заниматься скороговорками. сложными вот этими звукосочетаниями. Можно искать слова, придумывать самим, самим тексты какие-то. Я думаю, что вы этими занимаетесь должно быть. И вот эти сложные звукосочетания, это опять же помощь преодолеть, да? Выговорить и лучше произнести. И здесь я вам предлагаю поработать, взять, может быть, в тренинг, попробовать, когда приедете, хотя у вас тоже много своих каких-то, я уверена, замечательных приспособлений и тренировочных текстов. Ну, вот маленькие скороговорки есть такие, которые можно менять из первого слова и, наоборот, переворачивать с самого конца читать. Вот у вас губные. Все бобры, добры к бобрятам. Или бобр, добр, бэк, бэк, да? Или у валенки, 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 валенки. Вы можете у валенки, 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 валенки. Со скороговорками можно играть, игровая манера. Можно играть с мячиком, с легким движением, с танцевальными элементами. Я думаю, вы это пробуете. Это дает раскрепощение, это активизирует, вырабатывает дыхательный аклетизм, движения, наклоны и прочее, прочее. Поэтому и вы можете менять. Губы прошли, бэк, бэк, бэк. Далее вы проходите на язычный. И игра у вас с язычным идет. Жэшэ, например, да? У ежа, ежа, а то у жа, у жа. Но все надо выговорить. Вот это вот у-у-у. Слышите, какая сложность, да? Губы должны сложиться на у-у-у. У жа. Чтобы не было жа. А мы слышим, что, да? Жа. Вот вам и не мятится. Вот вам кто-то чего-то не услышит. И у кого-то пойдет раздражение. Не слышно, непонятно. У жа, у жата, у ежа, ежата. У меня, у ежа, ежата. Можно спорить, можно бросать мячик. И все пусть пройдут с этими звонкими. И, конечно, есть звонкие и глухие. Вы прекрасно это знают. И тогда вы выходите шакал, шагал, 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 шагал. Если несколько раз произнести, вы сломаетесь. А если вы будете тренировать, то это будет совершенно замечательно. Вот вы попробовали звонкие, глухие, играя в мячик и прочее, и прочее. Потом вы выходите губные. Мы начали язычные. Например, дому дуба, дубу дома. Дубу дома, дому дуба, дому дуба, дубу дома. Видите? Идем мягкий вариант. Три дерева, три тетерева. Беру звуки глухой. Три дерева, три тетерева, три тетерева. Это 12 часов. Не волнуйтесь. Пушка в 12 часов. Все нормально. У нас 12 часов. Военно-морской город у нас. Так было заведено. Три дерева, три тетерева. Понятна моя мысль? Мы спускаемся. Потом мы с вами спускаемся. Это верхние клубы. ДТ. Мы идем сверху, уже шея. Потом спускаемся переднее. ДТ. И спускаемся на нижний. ЗС. Мы можем гусени и сани в сетях. Сомсу сами. Птица синица. С зимы. Не боится. И так далее. И так далее. И так далее. Спускаемся сюда. Установку, где какой звук, я об этом не говорю. Это длинно, долго. Как исправлять? Это логопед. И ваши, конечно, преподаватели знают. И есть учебники и книжки. И так далее. И так далее. Вот мы перечислили язычные. Да? Мы с вами. Смотрите, какие они крафтые. Какие они хорошие. Можно переставлять. И такая разминка. С губ начиная. По языку пройдет. И с игрой еще какой-нибудь. Далее у нас есть с вами мягкий Че-Че. Да? Щуку я тащу, тащу. Щуку я не отпущу. Щуку я не отпущу. Щуку я не отпущу. Щуку я тащу, тащу. И так далее, и так далее. Беру коротенький. Разминка такая у нас коротенькая. Да? Чи-Совщи прищурив глаз. Чи-Ча-Си. Чи-Ча-Си для нас. Чи-Совщи. Потом мы Чи-Щ совмещаем. Да? Или что-то отдельно. У нас есть около колодца. Спускаемся на С. Кольцо не найдется. Да? Или перевернуть можно. Кольцо не найдется. Вы уже поняли, да? Вот эту игру. Игра. Вообще игра. Может быть. Веселая какая-нибудь. Передразнивать друг друга. И прочее, и прочее. И, наконец, мы подходим к веренице заднеязычной, сложной, которая часто пропадает. Мы слышали, что они пропадали. Они действительно немножко ховарные. И вот мы рассказываем. На горе пригорке гуляет гусь Егорки. Гуляет гусь Егорки на горе пригорки. А потом рассказываем. Купи-кипу-пик. Пик-кипу-купи. Пик-кипу-купи. А потом идем к самому сложному. Любимое. Кошкина. Кошка, да? Кошки начинаются. Халлу хвалю. Хвалю халлу. Халве хвала. Хвала халве. Она на самом деле очень сложная. Мне сложно выглядеть. Вот. Есть, конечно, сложные скороговорки. Вы знаете. Можно составлять циклы скороговорок. Но обязательно работайте, начиная с медленного темпа. Да? Над сложными словосочетаниями. Чтобы вы все выговорили иконами, конечно, должен быть смысл. Всегда ищите смысл. Будет смысл. Вам будет понятно, про что этот дурашливый сюжет. И все получится. Просто так. Ба-ба-ба-ба-ба. Балтак. Конечно, наверное, смысла нет. Так. Что еще хочу сказать. И вот здесь еще есть одна очень тема. Ну, конечно, Галина Федоровна вам начала говорить о дыхании, о голосе. Мы используем полонаклоны, положение лежа. Вы, наверное, тоже, да, в тренировках. Это живот, спина. Мы с Галинией Федоровна это как-то вот любим это использовать в упражнениях. И все время. Это очень помогает. Вот. Советую. И также и со скороговорками, включая скороговорки, вот такого рода движения. Или сидя там на корточках у спины, знаете, спиной, да? На корточках, спинка прямая. Да, дыхание тогда работает независимо, хотите вы или нет. Оно само по себе работает правильно. И тогда вы, да, уже вот здесь вот работаете. И здесь будет у вас свобода, потому что дыхание нормально работает. И если вы делаете движение, у вас плечи и руки будут нормально работать и так далее, и так далее. И вот здесь, сейчас я заканчиваю. И вот здесь я хочу еще обратить внимание на речевой слух. Это очень-очень важно. Речевой слух. Вот надо воспитывать у ребят умение слушать. И слушать, как кто говорит, как он произносит тот или иной звук. Вот слушайте друг друга. Надо учиться слушать, чтобы услышать. Учиться слушать все время, а это речевой слух. Надо его развивать, надо прислушиваться друг к другу. Слушать весь звуковой окружающий вас фон. Это тоже очень важно. И поэтому кто-то рассказывает, а ты слушаешь, что он любит. Не в смысле того, что вы потом будете его там раздеть, да нет. Он такой-сякой. Нет, конечно. Но вот внимание на такой слуховой самоконтроль, это тоже очень важно для дикции. Очень важно для дикции. Ну вот, так, что еще вам хотела. Ну вот так кратко очень вам все объяснила. И напомню еще, что логопед – это очень хорошо. Это может быть помощь в этом очень хорошем работе с дикцией, если что-то очень-очень сложное. Ну, а Светлана Юрьевна вам давала упражнения, которые снимают всевозможные мышечные зажимы. Это тоже очень важно. Если вопросы есть какие-то, а можно вот прям по примеру, если кто-то буквально четыре строчки прочитает, а вы могли бы вот прям сразу ярко сказать, вот на чем здесь стоит поработать? Ну, почему? Ну почему. А можно, вот Вика, выйди, пожалуйста. Выйди, пожалуйста. Ну я очень прошу, выйди, прочитает первые четыре строчки. Ну а почему? Очень не хочет, а почему? Ну выйди, пожалуйста. Ну я очень тебя прошу, выйди. Ну пойдем вместе выйдем. Ну, в принципе, вам скажут, что касается дефектов, то вопрос вокруг этого, да, то сложные такого рода, как Р, это, конечно, длительное время, есть, если есть нижнеязычные, ЗСРЦ, это корча языка должен упираться в нижние и передние зубы, и там работают, там упражнения, там слушают. Если шипящие, у них бывают смягчения, шляпа и так далее. Это значит, язык спускается, а он должен быть в форме чашечки, подниматься к нему. Ну, я не буду, конечно, этим заниматься, вы понимаете, да, но это можно прочитать в учебнике, но лучше, если нет, если какие-то вопросы, конечно, я думаю, врач на гофе, просто поможет, поможет. Спасибо большое.